Всем-всем добрый день! Сегодня мы с вами разбираем важную тему, она не касается никаких акций компаний, а тема касается весны. Той программы, которая при хорошем раскладе должна обязательно сопровождать нас весной и осенью в межсезонье. Эта программа важные помощники для поддержания пищеварения. И сегодня речь пойдет о трех продуктах. Первый продукт это алоэ вера гель персик. Второй продукт это пробиотики про 12. На самом деле это не пробиотики, это комбиотик. И волокна файбербуст, растворимые и нерастворимые пищевые волокна, файбербуст в виде шоколадного коктейля. Пока мы все собирались, я просила ответить, сколько партнеров, которые присутствуют на семинаре, у нас чуть больше ста присутствует на данный момент, уже попробовали и любят все три продукта. Персик, файбербуст, про 12. Ну где-то около 10 человек. Написали 1, 2, 3. Дальше я просила написать тех, кто любит какой-то конкретный продукт. Больше всего у нас, конечно, любители геля персик. Вот. И я еще просила написать тех, кто совсем не пробовал наши продукты. И очень много ноликов на файбербуст, на про 12, даже есть нолики на персик. Хорошо. Сегодня наша задача разобрать, как они поддерживают наше пищеварение. Вот. Составить себе схему, ответить на все вопросы. А почему, от чего, для чего. Вот. И пойти дальше. Потому что впереди у нас лето. Реабилитация желудочно-кишечного тракта, это вот как раз программа для перехода конец весны, начало лета. Вот. Занимает эта программа один или два месяца, в зависимости от того, решаете вы конкретный вопрос или не решаете вы конкретный вопрос. Значит, сегодня еще раз. Мы будем заниматься вопросами реабилитации желудочно-кишечного тракта. И перед вами тот набор, который при двухмесячном использовании полностью снимает какие-то обычные симптомы, нормализует желудочно-кишечный тракт, делает пищеварение очень комфортным. И от этого абсолютно точно будет некоторые побочные действия, а не положительные. Ну, например, коррекция веса. Вот. Или, например, уменьшение объема талии. То есть это тоже как бы такое, как побочное действие идет, потому что улучшение пищеварения однозначно, а объем из живота при этом уходит. Значит, вообще вся эта программа двухмесячная, она базируется на трех продуктах. На питьевых литрах персик. Как вы видите, для взрослого человека этот курс длится из расчета 5 литров этого геля. На комбиотике PRO12 две упаковочки и на одной упаковочке Fiber Boost. Значит, как только заканчивается упаковочка Fiber Boost, этот санаторный такой домашний курс реабилитации ЖКТ полностью завершен. Начинаем мы, конечно же, с главного продукта, с питьевого геля персик. Значит, помните, да, что все наши питьевые гели алоэ вера начинаются с плантации в Мексике, где в Высокогорье выращивается алоэ вера пропаденсис миллер. Вот так выглядят эти поля. Нижние листья, которым 2-3 года срезаются, и сок этого растения используется для изготовления питьевых гелей алоэ вера. Конкретно питьевого геля персик тоже. Все питьевые гели, в том числе и питьевой гель персик, имеют все необходимые сертификаты и добровольную сертификацию международных институтов, а также внесены в регистр лекарственных средств Российской Федерации, в классификации дополнительные ВАДы. Никаких особых данных, если Вы не знаете, в регистре нет. Там только указано, какой объем, кто производитель, как хранится, вот, ну и как сертификация, то есть где сертифицировано все. Вот, то есть все остальное это уже на обучение там докторов, врачей где-то выдается. Вот, сам регистр лекарственных средств Российской Федерации, это огромные тома, то есть это вот даже не один такой том, и на каждом странице там, к правилу, по два каких-то препарата. То есть это огромное количество вообще различных веществ и лекарственных, и биологически активных добавок, в том числе, к которым мы относимся. Значит, истинный алоэ вера, он содержит большое количество венералов, витаминов, аминокислот, они все перед вами на слайде. Но сегодня нам нужны не они. Сегодня мы из 200 продуктов, из 200 полезных компонентов, которые содержат питьевой гель алоэ вера, мы выбираем энзимы. Именно энзимы и именно такой богатый состав энзимов, посмотрите, оксидаза, каталаза, амилаза, бродикиназа, целлюлаза, липаза и так далее. Вот очень большой такой широкий спектр энзимов позволяет подобрать для очень многих процессов биологически активные катализаторы. Потому что энзимы это, по идее, ферменты. Эти ферменты, они имеют определенную, они все в основном белков и природам, но они имеют определенную форму в пространстве. И для каждой химической реакции они подбираются по типу ключик-замку. То есть, например, мой ключ не подойдет к вашему замку, а ваш ключ не подойдет к моему замку. Так вот, у каждой реакции свой замочек. Вот этот замочек открывает энзим. Поэтому вот именно для пищеварения почему очень важен алоэ вера, потому что там энзим. Хорошо, что там есть минералы, хорошо, что там есть витамины, но для пищеварения нам нужны компоненты, которые это пищеварение улучшают. Кроме этого, алоэ вера содержат моноболисахариды, растительные стиролы, аминосахара и другие компоненты. Они перед вами на слайде. Это все очень хорошие компоненты, но мы с вами пройдем дальше. Смотрите, самого геля, в питьевом геле персик содержится 98,5%. И нет ни одной формулы, в которой бы было такое высокое содержание чистого питьевого геля алоэ вера. Около полутора процентов по технологии туда добавляются витаминов, инулин, подсластители. И этот гель, он специально создан для тех, кто хочет следить за своей фигурой, кому не нужно считать углеводные единицы. И это единственный гель алоэ вера ВЛР, где нет меда и, например, нет специально добавленного, например, во фридами, там тоже нет меда, но там специальным образом добавленная фруктоза вместо меда. А здесь получается, не добавлен мед и абсолютно маленькие количество подсластителей делают его таким очень-очень легким-легким сладким по вкусу. Сколько хранится живой такой сок, сколько хранится наш гель и почему после вскрытия мы его убираем в холодильник? Гель выпускается в литровых бутылках, хранящиеся 12 месяцев от момента изготовления. Ну, минимум один месяц от момента изготовления нужно для того, чтобы его сертифицировать, довести до центрального склада в Москве и распределить по всем региональным складам на территории России. У нас остается с вами 11 и менее месяцев для того, чтобы мы его употребили. Значит, если бы мы взяли живой сок алоэ вера, он хранится около 3-4 недель в холодильнике. Нам же нужно прохранить гель алоэ вера питьевой год. Вот для того, чтобы его прохранить год, это пищевой продукт, в него обязательно будет добавлен какой-то консервант. Попозже объясню. Почему все-таки, несмотря на наличие консерванта, после вскрытия убирается в холодильник? Ну, мало консерванта кладут, очень-очень мало. То есть консервант кладется только для того, чтобы при хранении в холодильнике геля хватило где-то ну, на месяц. Поэтому старайтесь все-таки вскрытый гель, хранящийся в холодильнике, за месяц выпивать. Какие консерванты вообще используются для питьевой гели АЛЭП? Не все используются в питьевом геле Персика. Значит, первый консервант непосредственно мед. Как вы поняли, меда в питьевом геле Персика нет. И, соответственно, его уже положить невозможно. Дальше. Консервантом является лимонная кислота. Лимонная кислота по международной классификации европейской имеет номер Е. Поэтому не бойтесь, вообще все-все-все подсластители, ароматизаторы, красители, некоторые компоненты природного происхождения или искусственного, они все имеют по европейской классификации луковку Е. Ну, так принято, так удобно. И это, в принципе, полезный продукт из лимонов, но он тоже имеет собственный лимон. И основным консервантом служит сорбат калий. Сорбат калий вот представлен у вас на слайде на картинке. Чем он хорош? Если кто-то помнит строение кислот омега-3, это такие же формулы, только вот здесь соль сорбиновой кислоты, а там получается подлиннее сама цепочка углеводородная. И двойная связь здесь между вторым и третьим атомом, а там начинается с третьего атома. Поэтому называется омега-3 между третьим и четвертым. Ну, со стороны радикала. Так вот, это получается для организма самый безвредный консервант. И тот, кто реально серьезно в этих вопросах разбирается, тот должен быть очень горд за нашу компанию, что у нас в качестве консерванта используют только сорбат калий. И ни один продукт компании не консервируется бензоатом натрия. Если вы пойдете в обычный магазин, то, к сожалению, продуктов бензоатом натрия найти очень сложно. Большинство майонезов, соусов, маргаринов, извините, салатов, которые вы покупаете, готовые. Везде стоит бензоат натрия. Бензоат натрия, он очень вреден для организма. Вообще любая ароматика, она вредна для организма. Вот. Поэтому использование соли сорбиновой кислоты, которая очень похожа на просто непредельно, ну, покороче молекулу, вот, это просто вот, ну, великое благо. Без консервации еще раз. Алоэ вера хранится в холодильнике 4 недели. Ну, невозможно довести до нас. Вот. С консервацией, вот с такой слабой консервацией, как применяется в ЛР, хранится год. Поверьте, что есть компании, которые изготавливают гель, кладут туда бензоат натрия, он хранится 3-4-5 лет. Очень хорошо, что у нас все не так. У нас натуральный гель, у нас ничего с ними происходит. Вот. Его в этом персике 98,5% и совсем немножко консервантов. Какие дополнительные лекарственные вещества, фрукты, овощи, травы присутствуют в наших формулах? Но сегодня мы говорим про гель и персик. Гель персик является особенным. В нем специально не добавлены соки какие-то, вот, специально не добавлены какие-то овощные отвары. Но в нем есть один компонент, который имеет совсем другую функцию. В нем есть и нулин. Значит, что это такое? Это пребиотик, который питает микрофлору кишечника и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, углеводный липидный метаболизм, на правильный уровень сахара, уровень сжигания жира, усвоение глюкозы. И также, посмотрите, эффективно используется для лечения сахарного диабета первого и второго типа. Поэтому все, у кого преддиабет, сахарный диабет, мы всем рекомендуем начинать с геля персика. Все остальные могут как хотеть, но лучше, конечно, с геля персика, он очень-очень легкий. Но для тех, у кого сахарный диабет, вот этот и нулин, который входит в состав пребиотика, он будет такой, ну, более комфортное пищеварение им создавать. Кроме того, посмотрите, будет частичное очищение от шлаков опасных соединений, в том числе солидежевых металлов и даже стимулирует рост костной ткани. И длительный прием инулина в течение года приводит к росту плотности костей выше 25%. Для чего это важно? Это важно для пожилых людей. Потому что в пожилом возрасте, помните, за счет общего закисления организма с возрастом, для того, чтобы поддержать PH крови в норме, организм что начинает делать? Он начинает растворять наши щелочные резервы. А особенно хорошим щелочным резервом у женщины является ее соединительная костная ткань. Так вот, принятие простого персика с инулином, в котором вот услышите, там нету ни хондропротекторов. Вообще вот там нету ничего. Там и нулин, и персик, и сам гелилоэвера. Все. Там нету больше ничего. Вот. Даже он будет способствовать улучшению показателей по скелету. Но если пить в течение года. Теперь, кроме этого, инулин укрепляет иммунную систему, благотворно воздействует на состояние печени, в том числе при коррекции гепатитов В и С, является антикоагулянтом, предотвращает образование кровяных сгустков, уменьшает уровень бледного холестерина, триглицеридов, фосфолипидов, уменьшает образование атеросклеротических пляшек и улучшает усвоение магния, который участвует в работе более трехсот ферментов. То есть смотрите, инулин вообще-то, он, давайте вернемся, он вообще кем был? Кем он был? Он был пребиотиком. А пребиотик это что? Это еда для хороших бактерий кишечника. Он был едой для хороших бактерий кишечника. А в результате, при длительном приеме персика, результат может быть хороший по костной ткани, результат может быть хороший по сердечно-сосудистой системе, результат может быть хороший по пищеварению, результат может быть хороший По энергии, потому что маг не входит в состав ферментов, а соответственно, если маг ненормально, у человека хорошо с энергией, и результат может быть по сосудам и давлению. Но он будет мягкий, комфортный, особенно для людей постарше. Пишите вопросы, я потом отвечу. И в принципе, я уже многократно говорила, что гель персик, он у нас входит в очень многие такие направления, любое направление по желудочно-кишечному тракту, детокс, программу «Я начинаю», программа «Долой диабет», его можно использовать с нуля дней до 120 лет, и очень хорошо его используют многодетные семьи, потому что он позволяет детишкам не болеть. И соответственно, если каждый ребенок в семье утром натощак выбивает гель персик, кстати, его можно даже пить из холодильника, то вся семья остается в строю. Помните, да, что у него есть побочное действие. Побочное действие – это мама безбольничного и папа безбольничного. Это как бы очень хорошее, приятное такое побочное действие. Дозировка. Дозировка. Дозировка та, которая написана на упаковке. На упаковке вот она написана. Да, это стандартная дозировка 3 раза по 30 мл. Но она по вашему усмотрению может отличаться. Больше 250 мл геля употреблять не имеет смысла, он уже идет, простите, в агитаз. Вот. А до 250, пожалуйста. Теперь, почему я написала дозировка одна капля? Бывают ситуации, что рождается маленький ребенок, и у этого маленького ребенка, например, у мамы совсем плохо с молоком. Так вот, в Германии сертификация питьевых гелей, она не зависит от возраста. Можно давать, начиная от одной капельки, ребенку с одного месяца. А в России другое законодательство по биологически активным добавкам. И у нас с позиции российского законодательства на каждой упаковке написано, что нельзя беременным, нельзя кормящим, и, ну, соответственно, крудным детям тоже нельзя. Вот. Поэтому вы сами считайте, как вы считаете, но по законодательству Российской Федерации вот так. Значит, по поводу, как пить. Вот, вы знаете, если, например, вы днем работаете, и днем вам абсолютно некогда выпить эти 30 мл геля, и, конечно, можно взять с собой в маленькой бутылочке, то можно дневную порцию делить на утро и вечер. Есть ситуации, когда просто с утра встали, выпили 100 мл своего геля и пошли мир покорять, потому что вы красивые, вы здоровые, у вас вообще замечательно все, и вообще как бы про это забыли, и больше мы его не пьем. Вот у геля нет зависимости, как вы его пьете, от результата. То есть должно определенное количество поступать натощак перед едой, пожалуйста. Некоторые растворяют в воде, пьют эту воду в течение дня, тоже, пожалуйста. То есть как вы считаете нужно. Если у человека все-таки маленький очень возраст, то есть он совсем мало маленький, либо наоборот он пожилой, либо у него есть какие-то серьезные хронические заболевания, тогда нужно начинать с маленьких дозировок. Если у человека есть любые аллергические реакции, вы решили ему помочь, например, снизить аллергическую реакцию, например, весеннюю, я бы начинала с нескольких капель растворив в стакане воды или в полстакане воды. Почему? Потому что все-таки этот гель, понимаете, это пребиотик, он нормализует обмен веществ, улучшает состояние и если вдруг он решит сделать программу детокс, а у вас, например, желудочно-кишечный тракт не очень хорошо работает и легкие у вас не очень хорошо работают, а как ему сделать программу детокс? Этот гель начнет выводить токсины через кожу. Так вот, если все-таки у человека есть предрасположенность к каким-то аллергическим реакциям, лучше все-таки не сразу пить три раза по 30 миллилитров, а чуть меньшее количество в ночах. Второй продукт, второй продукт, который является вместе с ним основным дополнением, это название этого продукта PRO12 капсулы. Вообще, на самом деле, это комбиотик, это не просто пробиотик. С другой стороны написано, что это пробиотик. Как считаете, так и считаете. Классификации разные. В чем смысл? В этом продукте 12 различных видов полезных бактерий. Эти виды относятся к трех большим классам. То есть это уже не пробиотик. Пробиотиком считается продукт, который имеет какой-то определенный один, максимум два или три наименования полезных бактерий. А у нас 12, и они из трех разных видов. То есть это уже получается комбинирован продукт. И плюс в этот пробиотик, для того, чтобы этим хорошим бактериям все-таки как-то внедриться в наш организм, дают с собой сухой паёк. Дают немножечко пребиотика. Я об этом поговорю. То есть получается, это комбинированный пробиотик плюс пребиотик. Ну, можно сказать, что это комбиотик или еще как-то по-другому. Я не буду на общем останавливаться. Мы сейчас еще раз вспомним, какие виды полезных бактерий там содержатся. И я на слайде подчеркнула то, что нам нужно для пищеварения. Однако, кроме пищеварения, эти полезные бактерии, они очень много другой пользуются в суд. И в основном она касается иммунитета. Давайте. Первая бифидобактерия, лонгум называется. Это естественные бактерии, населяющие желудочно-кишечный тракт, оказывают нормализующее действие на количественный и качественный состав микрофлоры кишечника. Пока читаю то, что для ЖКД. В конце положительно влияет на состояние и пищеварительные функции толстого, тонкого кишечника, особенно при наличии брожения и явлений метеоризма. Это основная задача. Теперь посмотрите дополнительное. Дополнительное. Высокая активность по отношению к патогенам, условно патогенам микроорганизма и стимуляции местного кишечного звена иммунитета, синтеза иммуноглобулина и энтерферона. То есть мы сегодня разбираем ЖКТ, но вот эти бактерии, их нельзя сделать так, чтобы они только на ЖКТ влияли, а не влияли на иммунитет. Они параллельно с этим результатом по ЖКТ вы будете иметь еще и хороший иммунитет. Это будет побочное действие. Я не могу сказать, что оно главное, потому что вообще как бы вот эти все бактерии, они в первую очередь для того, чтобы хорошо работал желудочно-кишечный тракт. Они вот для этого. А хороший иммунитет это как их второе такое глобальное функциональное действие. Есть еще две другие. Следующая бактерия, бифидобактерия Бреба. Вторая она по очереди из 12. Если их в список составить, посмотрите. Активно ферментируют углеводы с образованием уксусной молочной кислоты, синтезируют витамины полисахариды, способствуют улучшению пищеварительной функции, поддерживают функцию толстой кишки, облегчают запор, уменьшают митиморизм, вздутие живота и диареи. И второе действие. Стимулируют, улучшают иммунитет, ну и подавляют развитие патогенной микрофлоры. Третье. Бифидобактерия Бифиду. Профилактика и лечение дисбактериоза. Это прямо вот по профилю. Язвы, панкреатит, холецистит, гепатит, аллергии. Насначается при опионе гормонов и антибиотиков, при острокишечно-пищевых токсикоинфекциях, при хронических запорах или поносе на фоне длительной антибиотико-бактериальной терапии. А, антибактериальной терапии, простите. Дальше. Коррекция микробиоценоза перед и после операции на кишечнике, печени, поджелудочной железе. Это нам по профилю. Теперь дополнительно. Посмотрите. Профилактика госпитальных инфекций, дисбактериоза у пациентов, часто болеющих ОРВИ. Дальше. Острые хронические воспалительные заболевания урогенитального тракта. Профилактика и лечения дисбактериоза влагалища и подготовка к плановым операциям. Четвертая бифидобактерия. Лунгум инфантис. Молочно-кислая бактерия, которая живет в отсутствии кислорода. Она самая первая заселяет кишечник маленького ребенка. Отсюда и слово инфантис детское. Но она на протяжении всей жизни работает у нас в кишечнике. Просто она первая там появляется. Так. Это вот то, что вот по профилю. Так. По иммунитету. Иммунитет и правильная работа внутренних органов передается через молочное вскармливание и отвечает за чистоту инфекционных аллергических болезней в будущем. Пятая бактерия. Бифидобактерия лактис. Значит, по профилю. Улучшение общего пищеварительного комфорта, уменьшение непереносимости лактозы, нормализация перистальтики кишечника, уменьшение запоров, лечение острой диареи. Значит, дополнительно увеличивает противоопухолевую активность. Посмотрите, борется с кариесом, уменьшая чистоту и тяжесть респираторных заболеваний, повышает иммунитет у пожилых людей, укрепляет иммунную систему, уменьшение простуды и гриппа, уменьшение аллергии и воспалений, управление диабетом, управление холестерином. То есть, ну, вот эти дополнительные свойства, они иногда даже больше основных. Дальше. Лактобактерии пошли. Плантору. Значит, главное свойство образует ассоциации со слизистой оболочкой кишечника и взаимодействует с эпидеальными и иммунокомпетентными клетками. И особенно важны в период реабилитации, либо в период эпидемии, либо в период, вот как сейчас, перехода один сезон на другой. Сейчас у нас очень сильно меняется вода, потому что, как вы понимаете, в водные запасы, которые снабжают наши города и поселки, попадают талые воды. Талые воды – это замечательно, если бы рядом с нами не было промышленных предприятий. Все отходы промышленных предприятий, которые были в виде пыли, в виде грязи, в виде еще чего-то, и вместе с талыми водами, которые очень хорошие и замечательные, попадают в питьевые ресурсы. Ну, природа так устроена, да, отовсюду все тает и в большие массы это все переходит. Соответственно, почему весной и осенью мы обязательно должны пить вот такие вот пробиотики и вообще вот эти программы проходить, для того, чтобы улучшить, облепчить организму переход на другую питьевую воду. Даже если вам кажется, что вода не поменит, на самом деле ее состав и смысл очень свой, особенно бактериальный. Ну, правда, очень сильно. Но, представляете, все это всюду собралось и хорошее, и плохое, и все, значит, вот в этот ресурс, от которого берется вода, вот, образовалось. Даже если у вас собственная скважина, вы же не аномально живете, соответственно, эти слои водные и земные, да, они же тоже как-то меняются. И, соответственно, в вашу воду, которая из вашей любимой скважины, тоже попадают другие компоненты, которых нет, например, зимой. Так, ага, хорошо, это разобрали. Дополнительно вы уже сами прочитали. Следующая, лактобактерия Кази, она уже седьмая. Значит, это нормальная флора ротовой полости и кишечника. И вот все остальное, с моей точки зрения, оно не сильно к ЖКТ относится. Посмотрите, влагалище стимулирует механизмы защиты организма, в том числе увеличение скорости регенерации слизистых оболочек, влияет на синтез антител к родственным, но обладающих патогенными свойствами микроорганизмов, активирует фагоцитоз. Это когда клетка обволакивает врага, но она, к сожалению, сама погибает. Это рост и увеличение такой продуктивности иммунных клеток. Вот, также синтезируется лизоцин, интерферон, цитокин, поддерживается кислотность толстой кишки правильная. Вот, и один из самых распространенных диетических источников – это вот лактобактерии, живой йогурт. Живой йогурт, конечно же, без всяких консервантов, обращаю внимание, без всяких фруктов. Вот, живые йогурты у нас продают, у них срок годности 5-7 дней. Вот, если у йогурта срок годности 5-7 дней, есть шансов, что это живой йогурт. И то там нужно смотреть на содержание, знаете, чего, на содержание углеводов. Углеводов должно быть в живом йогурте, сейчас я скажу, от 4 до, по-моему, 6,5. В живом йогурте единиц сахара. Там не добавляется сахар, но в любых молочных продуктах все равно содержатся вещества, которые пересчитываются на уровень сахара. Так вот, сахара в пересчете должно быть от 4 до 6,5 единиц. Значит, это вот живой йогурт. Можете пойти в магазин и поискать срок годности 5-7 дней. И содержание сахара 4-7 процентов, или чего там будет у вас. Так, следующий, восьмой. Тоже лактобактерии, парагазии. Некоторые их даже как бы, ну, вместе рассматривают. Нормальная флора ротовой полости кишечника. Часть нормальной микробиоты кишечника проявляет свойства пробиотика при иммунологических ответах. Ну, просто, видимо, должна быть там и обеспечивать защиту. Значит, характеризуются, повышенная устойчивость к воздействию среды желудка и кишечника, обеспечивают защиту эпидуальных клеток человека. Они завязаны с предыдущей бактерии. Девятый. Вот здесь, понимаете, я внимательно еще раз изучила лактобактерию фомносус, но я не могла понять, что для желудочно-кишечного тракта, а что нет. Вот посмотрите, давайте вместе. Помогает уменьшить вес, бороться с ожирением. К чему это относится? К эндокрильной системе, пищеварительной. Обладает противовоспалительными свойствами, улучшает показатели печени у детей, печень у детей вроде как желудочно-кишечный тракт, снижает инсулино-резистентность. Дальше. Снижает уровень холестерина в крови, уменьшает содержание жира в печени, имеет антидиабетический эффект, защищает от действия алкоголя. Уменьшает интенсивность диареи, ну вот может быть вот здесь вот, ЖКТ, уменьшает интенсивность поноса, простите, при вирусных инфекциях и симптомов гастроэнтерита у детей. Вот сейчас это очень важно. Почему? Потому что если мы с вами поедем на наш юг, большинство людей в нашей стране, ну не большинство, но большая часть людей в нашей стране поедут на наш юг. Так вот, у нас все южные, на побережье стоящие города, у большинства из них не очень хорошая ситуация по канализации, к сожалению. И первое, что зарабатывают детишки, которые купаются в море, это ротовирусную инфекцию. А людей в этом году, которые будут отдыхать на побережье, будет очень большое количество. Ну потому что все хотят вывезти детей на море. И вот такой продукт, как ПРО-12, он всегда должен быть с собой. Он должен быть с собой всегда. Вот мало ли что случилось. Первое, что вы делаете, вы даете ребенку гель персик и капсулку ПРО-12. Так, давайте дальше. Заживление язв. Снижает уровень бактерий, вызывающих кариес. Противодействует плевмококковой инфекции. Положительный эффект для предупреждения астмы пищевой аллергии. Предотвращает возникновение угрей, прыщей. А для беременных бактерия способствует нормализации баланса микрофлоры. В свою очередь, снижает риск появления депрессии и тревоги в послеродовом периоде. Последний меня вообще. То есть я вообще с продуктом пробиотик познакомилась в 51 год. Два года назад. И до возраста 51 год я вообще что-то слышала. Когда-то. Я вообще даже не понимала для чего. Потом вот по просьбе компании я начала это все изучать. И некоторые вещи, которые дают пробиотики, они меня поражают до сих пор. Ну вот казалось бы, смотрите, просто бактерия, которая поддерживает кишечник. Каким образом, понимаете? А результат снижения депрессии и тревоги в послеродовом периоде? Всего-то навсего. Беременной женщине нужно пропить пару упаковочек и все. Вот вообще очень-очень просто. Или вот, например, то, что сейчас. Плевмококковая инфекция. Да, но не у всех есть плевмококковая инфекция, даже если вдруг вы переболели. Потому что природа другая. Но в любом случае это способствует как можно быстрейшему выздоровлению после воспаления легких. Даже если оно другой природы. Десятая бактерия. Лактобактерия ацидофилус. Нормальная микрофлора в полостиртан, в толстой кишке. Значит, то, что для нас сейчас улучшает переносимость антибиотиков. Кроме этого еще работает во влагалище, в желудке, в тонком кишечнике. А в желудке в тонком кишечнике отсутствует. И основная функция во влагалище поддержать кислую среду, подавить рост условно-патогенных микроорганизмов. Вот, ну необычная очень бактерия. Одиннадцатая лактобактерия. Называется болгарская палочка. В Болгарию называется киселем мляко. Это закваска. Кто был в Болгарии, у них очень вкусная молочная продукция. Вот тоже срок хранения 3-5 дней. У нее вот она кислотостойкая, помогает нам ферментацию, усвоение молочных продуктов. Помогает избежать расстройства пищеварения, заболевания желудочно-кишечного тракта. Вот и кроме этого, видите, он еще дает помощь при частных армии, при приеме антибиотиков. И двенадцатая бактерия, которая входит в состав PRO-12, это Streptococcus thermophilus. Это другой класс совсем. Относится к группе молочнокислых бактерий, которые сбраживают углеводы с образованием молочной кислоты. Используется для приготовления молочных продуктов, таких как ряженки, йогурт, варенец, сметана, моцарелла, какие-то сыры. Используется при профилактике энтероколита у недоношенных новорожденных. Последняя в целях улучшения перевариваемости лактозы. То есть вот это можно рекомендовать тем, сейчас очень большое количество детей с невозможностью переваривания молочных продуктов вообще. И вот, видимо, им не хватает вот этих вот бактерий, которые это делают. Кроме этого, посмотрите, при лечении после антибиотиков, при лечении после радиационной терапии, она тоже очень помогает. Итак, вот такое действие имеют вот эти 12 штаммов. Кроме того, что эти 12 штаммов обладают очень большим спектром полезных действий, есть такая хитрость – двойная микроинкапсуляция. Значит, дело в том, что желудочный сок, PH которого от единицы до двойки в норме, он вот без двойной микроинкапсуляции, он за час пребывания в желудочном соке, вот посмотрите розовый график, он до нуля сводит на нет действия пробиотиков. И вот эта двойная инкапсуляция, она позволяет не 100%, значит, сколько получается? Процентов 40. Процентов 40 выходит из желудка. И посмотрите, оно еще 2 часа может спокойно работать дальше, вот, и даже за 3 часа пребывания в желудке, вот, процентов 30 еще остается. А понимаете, часть же уже уходит в кишечник, а там оно может работать несколько часов. Вот эта двойная микроинкапсуляция – это выход. Поэтому, конечно же, по возможности мы не вскрываем капсулу. Хотя есть и другие варианты использования. Вы знаете, вот эти полезные бактерии, они иногда могут помочь точечно. Как они помогают точечно. Ну, например, у вас на руке образовалась какая-то ранка. И эта рана, она вот, ну, никак не хочет заживать. Она маленькая, и вроде ничего там такого нету, и даже повязку вы не носите, а она не заживает. Вот тогда, тогда что можно сделать? Можно капсулу распилить и вот этот порошочек посыпать на ранку, на чистую ранку, которая долго не заживает. Там есть вот эти полезные бактерии, которые подавляют рост условно-патогенной микрофлоры и будет легче. Что еще можно делать? Если, например, очень долго болит горло, то можно взять капсулу, распилить и зубы почистить, горло пополоскать и на чистую слизистую просто порошочек засыпать. Оно не дойдет до желудочно-кишечного тракта, это абсолютно точно. Он на вкус, знаете, я пробовала, он на вкус такой, ну, как будто бы это сухое молочко. Вот кто сухое молочко пробовал, может быть, детскую когда-то смесь там пробовал, да? Вот как сухое молочко. Значит, смотрите, что происходит. У нас пищеварение начинается в полости рта. Получается, в полости рта, чуть-чуть поглубже, уже будут, ну, как бы некоторое количество полезных бактерий. Ну, это вот два таких способа, когда вот реально что-то вот очень долго не проходит в горле, либо когда вот долго не заживает рана. Ну, вообще, на самом деле, это, конечно же, принимается внутрь, принимается натощак, принимается где-то, ну, я считаю, что прямо вообще на ночь. Как написано производителям, на ночь одна капсула с теплой водой, без молочных продуктов. И нужно, чтобы за час до, вот если вы пьете на ночь, ну, условно, в 11 вечера вы пошли спать, вы пили капсулку. Так вот, за час до не должно быть молочки. Я сейчас объясню, как вот их развести с фабербуст, если вы его будете делать на молоке или на кефире. То есть, например, вы в 10 или в 9 вечера выпили фабербуст, а через час или через полтора, через два выпили про-12 с водичкой. Вот, потому что в самой про-12 содержатся и так уже молочнокислые бактерии. Желательно, чтобы с ними вместе не поступало молоко прямо вот, ну, вот, сиюминутно хотя бы. Еще раз, какие наши преимущества? 12 штаммов ценных бактерий, очень высокий титр, очень большое содержание этих бактерий. Помните, да, я говорила, что чтобы эти бактерии выжили в нашем желудочно-кишечном тракте, им дают сухой паёк. Сухой паёк не чтобы жить, чтобы выжить. Вот, чтобы выжить, им дают фосфолигосахарид. Вот, это все запатентовано. Вот, принимается, я уже объяснила, как. Так, и курс приема, он зависит от того, решаете вы конкретный вопрос, или у вас просто профилактический курс. Вот, смотрите, что такое конкретная ситуация. Когда вот этот пробиотик прямо показывает? Тогда, когда есть нарушение в работе желудочно-кишечного тракта. Значит, смотрите, получается, например, у вас живот вздувается, у вас некомфорт после, например, приема какой-то еды. Ну, что-то съели, некомфортно. Вот, значит, если, например, у вас какие-нибудь газы, если у вас вздутие живота, если у вас, вот, вы что-нибудь съели, и вы прямо чувствуете, как эта еда по кишечнику у вас идет, и вот прямо вообще вот вам некомфортно, как будто вот у вас желудок. То есть, по идее, когда комфортное пищеварение, вы съели, и вы даже вообще не знаете, в каком месте у вас что там находится. Вы вообще ничего не чувствуете, что у вас есть желудок, как будто там ничего нет. Все, вы просто через час пошли, сходили в туалет, и все. Вообще вот у вас такое ощущение, что нет ничего там внутри. Как оно там все работает? Вот это, скорее всего, комфортное пищеварение. Но если вы хоть где-то что-то чувствуете, это вот значит уже нарушение вот этого комфорта. А, не договорила. Смотрите, и Елена Дерябина, очень грамотный гастроэнтеролог, все-таки мы должны к ее вебинарам возвращаться, она, когда рассказывала про этот продукт, говорила о том, что лучше такие продукты принимать курсами. Взрослые принимают, например, две недели принимают, недели или две перерывы, две недели принимают, недели или две перерывы. Можно принимать три недели, недели перерывы, три недели, недели перерывы. И тогда, значит, вот если мы все-таки конкретно какой-то решим, решить какой-то конкретный вопрос, то одну или две упаковочки мы должны выпить вот за этот курс. Если у нас комфортное пищеварение, то в принципе, ну, достаточно, может быть, одной упаковки, чисто профилактически. Значит, на PRO12 не написано, что там нельзя детям. Нет, вроде как детям можно, но титр, титр бактерий у нас очень большой и содержание все-таки у нас рассчитано на взрослых. Поэтому детям можно, но по показаниям, например, простите, ребенок плохо ходит в туалет, ему некомфортно. Или, например, у ребенка ротовирусная инфекция, тут прямо показания. Или у ребенка опять болит животик, у ребенка вздувается в животике, у ребенка не может там, простите, сходить в туалет без каких-то там таблеточек. То есть, когда есть показания, когда есть показания, но деткам мы курс сокращаем. Мы делаем неделю, мы пьем, неделю или две перерывы. Потом опять неделю, мы пьем, неделю или две перерывы. И у ребенка за два месяца в лучшем случае используется одна упаковочка. Понятно? То есть у детей в два раза меньше дозировка должна быть, но капсула, она не делится. Можете, конечно, капсулу вскрывать. Когда вы вскроете капсулу, вы получите эффект, вот сейчас сюда вернусь, вы получите эффект, что попадая в желудочно-кишечный тракт, у вас фактически все 100%, фактически все 100% они в желудке умрут. Ну, может быть, 5-7% выживут. Может быть. Ну, вот видите, при двойной микроинкапсуляции до трех часов оно выживает и дальше идет в кишечник. Здесь я вам не могу сказать, выживет у вас бактерия, если вы вскроете капсулу, не выживет. Но, может быть, для ребенка, для ребенка, может быть, такой вариант и применим. Почему? Потому что ему достаточно маленького количества этих бактерий. Пишите, если у кого-то есть какие-то результаты, мы обязательно потом прочитаем. Продукт третий. Продукт третий. LR Life Tact Fiber Boost. Шоколадный коктейль для нашего кишечника и для других целей. С очень высоким содержанием клетчатки. Клетчатка бывает разная. Есть клетчатка относительно растворимая, есть клетчатка плохо растворимая. Здесь есть смесь нескольких видов клетчаток. Есть натуральный подсластитель стевия и достаточно высокое содержание хрома. Специально добавлено это для улучшения пищеварения. Я как такового по хрому здесь, получается, посмотрела справочник 62% от дневной нормы хрома. Это очень хорошо, потому что все, кто хочет скорректировать вес, все, кто хочет улучшить комфорт пищеварения, этот продукт, он понимаете, он вот эта баночка одна, ее хватает на два месяца. Получается, это очень-очень выгодный продукт. И вот прямо вообще выгодный продукт. Первые 2-3 дня, я думаю, просто надо к этому продукту привыкнуть. Вот лично я первые 2-3 дня, ну, себя реально уговаривала. Я не могу сказать, что невкусно, но у него такой, знаете, шоколадно-прохладный вкус. А я не очень люблю шоколад. Вот конкретно я не люблю шоколад. Раз я и не люблю шоколад, а у него шоколадно-прохладный вкус, ну, как бы вот 3 дня я себе уговаривала. Но на 4-й день организм получил такой комфорт, видимо, пищеварение, что он для меня показался вкуснятиной. А всего-то надо было 3 дня потерпеть. Вот услышали. Вот, может быть, кто-то начинал пить, и вам вот показалось невкусно. Я потом объясню, как его делать вкусно, вот, потому что к файбер-посту у нас какое отношение? Либо это вкуснятина, либо, простите, это, ну, невкусно совсем. А на самом деле он вкуснятина, надо просто его уметь готовить. Я тоже не сразу поняла это, и когда поняла, я с вами делюсь. Так, значит, смотрите, что он делает? Значит, он как бы делает складки кишечника и ворсинки такими хорошими, расстояния между ними, большими. И каждую ворсиночку, чтобы она друг от друга отлипла. Помните, в детстве была такая поговорка? Не ешь много сладкого, простите, уже слипнется. Ну, там на самом деле слипается. Там на самом деле слипается. И когда мы едим очень много сладкого, или, например, там, ну, не едим грубой клетчатки, то есть мало едим салатов, сырых, овощей. Вот я помню, раньше, в детстве, нам все время давали то морковку погрызть, то от капусты давали, это, кочерыжку. Вот всегда, когда мама готовила капусту, мы почему-то бежали за этой кочерыжкой. Ну, она вкусная. Ну, я просто удивлена, что сейчас вообще ни сырой морковки цельной ребенку не дает, ни тем более кочерыжки. И, соответственно, нет у нас вот таких вот грубых волок, которые чистят эти присоски. Так вот, что произойдет? Эти присоски, вот смотрите, вот они должны быть вот такие. Они слипаются. И проход в кишечнике становится узким. Первично файбербуст увеличит проход. А потом файбербуст плюс персик. Эти присоски друг от друга отлепят. Расстояние большое. И, смотрите, поверхность присосок большая. Все ворсинки свободные. И когда вы приготовите с любовью любую еду, эти ворсинки, они все минералы, витамины, все из вашей еды возьмут, и они пойдут во благо. Но если, простите, там все слиплось, вы можете приготовить очень вкусную еду, полезную. Она просто проскальзывает в унитаз. Ничего не берет организм. Он не может взять. У него все слиплось. Все эти ворсинки слиплись, прилипли друг к другу. Получилась, простите, мерзкая склизкая масса. И вот как вы определяете, насколько у вас ворсинки чистые? Если, простите, после завтрака, обеда и ужина, вы спокойно ходите в туалет, и ваш кишечник освобождается. У вас ворсинки вот такие, как на картинке. У очень многих людей, у очень многих людей проблема с кишечником. И если вот этот санаторный курс выдержать, 5 бутылок персика, 1 файбербуст, и 1 или 2 про 12, результат будет по кишечнику настолько хороший, что наши клиенты, наши партнеры не смогут об этом молчать. Они скажут своим родственникам. Они сами будут, понимаете, рады, счастливы. Но это деликатный вопрос. Он на самом деле у очень большого количества населения стоит сейчас очень сильно. Потому что особенно, кто перенес различные инфекции, в том числе и COVID-19, ведь понимаете, у них всю микрофлору убили за счет того, что им пытались разные препараты, потом назначали антибиотики. После антибиотиков никто не назначил им ни про 12, ничего. И, соответственно, все не просто слиплось, а все в очень тяжелом состоянии. И очень внимательно, пожалуйста, к детишкам. Вот у меня последние полгода, вы знаете, просто лавинообразное обращение от мам, потому что дети не какают. Ну ладно, взрослые, пожилые, понятно, там уже вялый кишечник, может быть, не хватает чего-то, не могут сырую еду, может быть, уже есть. Но маленькие детишки, у которых все должно как часики работать, не ходят в туалет. И тогда, я потом там написала слайд, да, то есть схема одна и та же, но только дозировка разная у взрослых и у детей. Тогда вот это вот как раз в помощь. Теперь смотрите, только на первом этапе, на первом этапе фабербуст регулирует кишечную моторику, скорость транзита пищи и проводит деятоксикацию организма. Когда у вас организм работает как часики. Еще раз напоминаю, завтрак, обед, ужин, пришла еда, после завтрака, после обеда, ужина, спокойно сходили в туалет, кишечник очистился. Ну, край два раза в день. Это хорошо работающий кишечник, это означает, у фабербуст надо сделать перерывчик, у вас все хорошо, может быть, там до осени, да. Вот смотрите, на самом деле фабербуст имеет более глубокое такое назначение. Он, действие 2. Вот смотрите, действие 2 начинается тогда, когда мы ходим в туалет регулярно 2-3 раза в день. И получается, это цитопротективное действие, пребиотическое действие, регулирование уровня сахара, замедление всасывания жиров и углеводов, расщепление избыточного жира, рассасывание атеросклеротических бляшек, это вот для пожилых людей очень важно, снижение концентрации холестерина, предотвращение белков миокарда от разрушения защиты от инфаркта. Смотрите, мы нормализуем кишечник, а сердце защищено от инфаркта. И последнее, профилактика онкологических заболеваний. Я не помню, в каком году, Юлия Сандлер, наверное, году где-то в 2014, наверное, когда этот продукт пришел на российский рынок, тогда специально по заказу компании была сделана серьезная научная работа, и она была рассказана на бизнес-дне около 30 или 40 минут, это была такая серьезная биохимия, рассказ был только про продукт Фабербуст, и там есть, она приводила прямо данные научных статей о том, что такие продукты профилактируют 12 видов онкологии. В основном, знаете, какие виды онкологии? Те, которые связаны либо с органами мужчины, женщины, либо те, которые связаны с кишечником. Вот, там прямо были перечислены, какие виды онкологии профилактируются. Так вот, понимаете, чтобы эта профилактика-то была, нужно, чтобы вот этот пункт первый был выполнен. И если у вас скорость транзита пищи через организм хорошая, значит, иногда можно этот Фабербуст употреблять, зная, что мы просто разнообразим свое питание и вот защищаем его вот от того, что в пункте 2 написано. Как готовится Фабербуст? Фабербуст мы готовим. Там внутри него, там есть мерная ложечка. Слышите? Там есть мерная ложечка. Она может утонуть. Ее надо там поискать. Вот это мерная ложечка для взрослого человека. Вообще на упаковке написано 2 мерных ложечки. Если вы человек абсолютно здоровый, вы можете сразу 2 мерных ложечки. Ну, я давно уже всем рекомендую одну мерную ложечку, потому что, ну, может быть, очень сильный запор от 2 мерных ложечек. Фабербуст решил, решить, может, знаете как? Очистить ваш кишечник, который там загрязнялся 20-30 лет. Он решит, что пора его чистить. И сгребет все в кучу. И он просто не сможет это вытащить. Вот. Поэтому я не рекомендую тем, кто только начинает, начинает с дозировки, написанной на упаковке. Давайте лучше мы перестрахуемся и начнем с меньшей дозировки. Если вы абсолютно здоровы, вы можете пить как вам угодно. Значит, еще раз. Одна мерная ложечка. 125-150 миллилитров жидкости. Значит, какая может быть жидкость? Кто-то делает на воде. Ну, на воде менее вкусно. Ну, в принципе, пить можно. Кто-то делает на молоке. Молоко, кстати, может быть любым, не обязательно коровьим, если кто-то у нас какое-то другое употребляет. Вы знаете, нормально, очень хорошо. Знаете, на каком молоке делать? Вот где-то 1-1,5%. Есть вообще молоко. Оно продается в магазинах. Оно стоит чуть подороже. Оно продается для того, чтобы сопроводить кофе капучино. У него, во-первых, качество выше, а во-вторых, у него взбиваемость до пены повышенная. Вот такое молоко будет более эффективным. Посмотрите, но оно чуть дороже стоит, чем обычное, сразу могу сказать. Вот, и может быть кефир, но кефир должен быть не густой. Тогда, например, если делать на кефире, я смешиваю кефир с водой. Значит, когда вы это сделали, обратите внимание, что нужно сделать. Нужно взбить это содержимое до увеличения объема в два раза. Это очень важно. Вот если вы взобьете до увеличения объема в два раза, это можно сделать в обычном шейкере, это можно сделать миксером, это каким-то другим аппаратом можно кухонным сделать. Вот. То тогда у вас вот этот Фабербуст коктейль, он напоминает такую воздушную пену. И этой пены целый стакан, 250 где-то миллилитров, 300. И вы просто сидите и едите ложечкой. Дальше. Если это все немножко подморозить, то можно на основе Фабербуст сделать такую мороженку. Ну, может быть, вот детишкам, например, больше мороженка понравится. Ну, или вы любите мороженое. Если это все постоит, то пена, понятно, она долго не держится, то тогда, в зависимости от того, как долго вы храните, если вы сразу пьете более жидко, если вы немножко прохраните, оно превращается в мусс. И мы тоже едим его ложкой. Если вы слегка положите в холодильник, то будет такой холодный мусс. Шоколадный. Вот, а с ребенком, с ребенком, у которого есть вопросы с кишечником, или есть вопросы с кожей, а это входит в лечение кожи, если у ребенка любая кожная ситуация, это однозначно кишечник, все. Вот. То тогда с ребенком надо договариваться, что для него вы будете делать маленький коктейльчик, но не одну мерную ложечку. Ну, если ребенку лет 10, полмерной ложечки, а если ребеночку годика 3, а он уже, простите, не какает, то тогда ему нужно одну четверть мерной ложечки. Вот. Что вы для него будете делать вот этот маленький-маленький коктейльчик. И он пьется сам по себе. Он не пьется во время еды, за час до, за час после этого коктейля. Лучше не пить, не есть. Ну, пить можно, есть нельзя. И если мы его все-таки делаем на молоке и делаем его после ужина, ну, условно, если вы в 6-7 поужинали, то вот такой коктейль, он может быть, как я называю, ночным дожором. Ночной дожор – это когда вечером очень хочется что-нибудь сожрать. Вот. Можно пойти сделать себе такой коктейль. Вот. И тогда, смотрите, мы после него еще ждем час, и тогда на ночь выпиваем капсулу про 12 с водой. Вот. Вот такой, значит, его способ использования. Я знаю некоторых девушек, которые перешли на ужин с Фабер-Густом. Хотя бы через день. Результат по коррекции веса очень хороший, потому что они используют, соответственно, кефир. Кефир используется в большом объеме. 400-450 миллилитров однопроцентного кефира. Пожиже. И одна или две ложечки Фабер-Густа. Все это взбивается. Получается вот таких вот две чашки. Вот таких вот две чашки. Пены. И девушка спокойно сидит, это все ест. В принципе, это вкусно. Почему я больше люблю на кефире? Потому что Фабер-Густ положен на стеве. Она немножко сладкая. То есть вот кто любит сладость, надо делать на молоке. А кто сладкое не любит, надо делать на однопроцентном кефире. Я пробовала делать на натуральном йогурте, но я тоже его разбавляла водой. Потому что для меня кефир и йогурт, они густые для изготовления Фабер-Густ. И если вот полную вот эту порцию делать, не 200, не 125, 150 миллилитров, а прямо вот делать 400-450 миллилитров жидкости, это займет полный ужин. И первично кажется, что ты это не съешь. Ну так смотришь, такие большие чашки две, вот еще с пеной. Вот. А потом ты как-то так все съедается, и как-то туда все легко помещается. И прямо очень-очень хороший результат. Ну кому вот за майские праздники нужно, и вообще к лету нужно вот скорректироваться чуть-чуть, то значит внедряем в Фабер-Буст. Итак, значит, мы с вами рассмотрели весь курс. Значит, реабилитация желудочно-кишечного тракта, если мы делаем два месяца, потребуется 5 литров геля Персик для взрослого человека, две упаковочки ПРО-12, одна упаковочка Фабер-Буст. Курс закончится тогда, когда вы закончите Фабер-Буст. Вот закончили Фабер-Буст, курс закончен. У вас должно быть уже все нормализовано. Вот. И так как у нас пищеварение начинается в полости рта, обязательно нужна зубная паста, алоэ, эрогель. Именно она нужна, потому что она не дает размножаться бактериям, которые вызывают воспаление десен. Вот. Если вам надо другую зубную пасту, один раз алоэ вера, другой раз любую другую, какую вы хотите, пожалуйста, микросильвер. Но здесь она нам нужна, потому что пищеварение начинается в полости рта. Так. Есть у нас в общем понятии так называемые технологии молодости. Они включают большое количество различных процессов, в том числе, посмотрите, улучшение работы лимфатической системы, помощь в очищении межклеточного, вне клеточного матрицы, она между клетками, и периодические так называемые детокс месяца. Вот как раз вот сейчас самое время вот этого детокс месяца. Те продукты, которые вот сегодня я разобрала, они находятся первыми. Они являются основой гель Персик, Файбер Буст, Про 12. Они как бы, понимаете, созданы друг для друга, и вместе они дают максимальный результат. Можно использовать их отдельно. Пожалуйста, можно использовать только Файбер Буст, можно использовать только Про 12, можно использовать только Персик. Ваше право. Вот. Но если использовать вместе, эффект будет намного сильнее. А к этим продуктам можно добавить парочку. Именно парочку, почему? Потому что они абсолютно разнонаправленного действия. Можно добавить минералы Про 12. Что это даст? С позиции детокса это немножко сместит по щелочную сторону. И если все-таки есть вопросы по очищению кишечника, любые детокс-программы, они обязательно сопровождаются небольшим защелачиванием. Иначе просто, как бы понимаете, от тех токсинов, которые у вас в организме скопились, можно получить, например, головную боль или небольшое отравление. То есть вам кажется, что вы что-то съели не то, а на самом деле токсины, которые долго копились, начали выходить. Начали выходить. И пока они выходят, простите, организм частично их пускает назад. Вот. И поэтому принятие Бродбаланса, оно вот снимает вот эти все эффекты, ну, как бы повторной интоксикации. А чай Бродбалфастинг, на нем прямо написано, это чай, который мягко очищает печень почки. То есть он для пищеварения, ну, как бы вообще хорош. То есть там нету ничего такого, да, но если вы при нормализации ЖКТ будете пить чай, который комфортит и для желудочно-кишечного тракта, то есть и для поджелудочной, и для печени, и для кишечника, вы тем самым поможете. Три-четыре чашки в день. Его можно пить холодным, его можно пить теплым, его можно пить горячим. Сейчас впереди лето, вот Бродбалфастинг, это вот просто наш чай летом, ну, просто вообще, он и жажду утоляет, с ним очень комфортно. Кто еще более продвинутый? Вот прямо, знаете, вот вам нужен результат быстро, сразу. Что мы делаем? Мы один раз в день после душа наносим на живот, на весь живот, вот вообще на весь живот, от уровня груди и до низа, потому что непонятно, где у нас там желудок, где у нас там поджелудочная, где у нас печень, вообще на весь живот. Мы наносим концентрат. Соответственно, если есть какие-то болевые участки, ну, например, там, печень или там поджелудочная, вы их чувствуете просто. Не то, что оно болеет, вы просто чувствуете. Вы на этой области, со стороны спины, наносите термолосьем. Один раз в день. Еще для совсем продвинутых, вот вообще, понимаете, вот тот, кто уже как бы сильно разбирается вот в этих технологиях, только тогда можно подключить рейши. Ну, смотрите, рейши лучше подключать тогда, когда основные вопросы по желудочно-кишечному тракту лишены. Вы понимаете, если человек плохо ходит в туалет, и у него в кишечнике скопилось большое количество токсинов, а мы сразу начнем с высшего пилотажа, мы начнем сразу с рейши, это не будет правильно. Потому что рейши, ему же надо молодить клеточки, ему тоже надо убрать токсины. А как он их будет убирать, если путь кишечника не работает как часики? Поэтому я считаю, что вот для начинающих, особенно партнеров, лучше все-таки первичную программу, первичная программа, пройти, закрепить этот результат. Ведь не зря нашим новичкам дают именно персик. Персик. Фэпербуз дают в подарок на второй месяц. Про-12 можно купить. У кого-то, может быть, Про-12 копился, потому что был раньше старт с Про-12. Вот, вот оно настало время этой программы. А потом, пожалуйста, уже рейши дойдете, два месяца это пропьете, и омолаживаете, рейши сколько хотите. Но вообще вот эта программа выглядит так. Маленьким детишкам, смотрите, маленьким детишкам все то же самое, только другие дозировки. Вот если у взрослых было 5 литров персика, то тут, смотрите, за два месяца всего 2 литра. Увидели разницу, да? Если для взрослого норматив банка, банка, файбербуст, для ребенка полбанки. Если для взрослого было две упаковочки Про-12, для ребенка одна. Зубная паста у детей есть своя. Она тоже на алоэвера, она тоже будет чистить полость рта, не дать размножаться бактериям, потому что пищеварение в желудочно-кишечном тракте начинается. У ребенка, я считаю, что использовать для ребенка, для программы вот такой, улучшение желудочно-кишечного тракта, термолосьона, оно не обосновано. Зачем? То есть я бы ставила для ребенка только концентрат. Концентрат на живот. Если вдруг что-то съел не то, если вдруг некомфорт какой-то. Я не знаю, как работает концентрат, я правда не знаю, то есть я понимаю приблизительно его свойства, свойства геля алоэ, но я никогда не могу понять, почему если болит живот, ты наносишь концентрат, он не болит. Я не могу понять. Я в компании 10 лет, вот для меня это секрет. Я не знаю, может быть вы можете понять. Я не могу. Но это факт. Болит живот, нанеси концентрат. Выпей про 12 капсул. Выпей чуть-чуть про баланса с водичкой. Выпей персик. Как это все действует? Понятно, что это все сделано на основе научных разработок. Что это все, ну, богатый опыт, и который человечеству накоплен, и который компания вот сформировала в виде этой базы. Может быть, может быть, весной, если все-таки вот с желудочно-кишечным трактом все хорошо у ребенка, добавить витактив, наши витаминки. Я знаю, что вот, ну, мне вот удалось заказать из Москвы. Видимо, в Москве это еще, наверное, есть. В региональном вот у нас складе витактива нет. Но сейчас, когда количество витаминов в продуктах питания равно нулю, витактив был бы вообще самым-самым замечательным продуктом для детей. Вот, это по деткам. Так. Сейчас я жду вопросов от вас по этим продуктам. Отвечать мы будем пока только на эти три продукта. Фабиарбуз, ПРО-12 и Персик. Сейчас я вернусь. Если у нас останется время, мы ответим на другое. Так. Всем-всем добрый день. Сейчас я просматриваю продукты. Вопросы. Пишите пока вопросы. Елена Панова пробовала все. Получила хорошие результаты по анализам. Замечательно. Почему пробиваю всю программу 112 и Фабиарбуз? У некоторых людей запор, хотя до этого со стуном было хорошо. Спасибо большое за вопрос. Да, вот бывают запоры. Значит, смотрите. Что такое хорошо? Первое, что нужно спросить. Какое количество раз человек ходит в туалет и очищает кишечник? Если это происходит после завтрака, обеда и ужина, скорее всего, скорее всего, курсами такими большими, двухмесячными, пропивать Фабиарбуз, ПРО-12 просто не нужно. Это первое. У нас же есть программы и для поддержки сердца, и для поддержки другого. Второе. Если все-таки хорошо для человека было, что он вообще ходит в туалет раз в два-три дня. Надо с каждым человеком разбираться. Вот поверьте, один вам скажет, хорошо, так я же хожу раз в три дня. Что вы хотите? Мне одна мамочка сказала, а в чем проблема? Мой ребенок ходит раз в неделю в туалет. Я ему даю траву из аптеки, и он ходит раз в неделю в туалет. Ребенку шесть лет. В чем проблема? Я, говорит, проблем не вижу. У меня вообще никаких забот. Мне даже, говорит, простите, попу не надо вытереть. И это может быть нормально. Хотя для меня это ужас. То есть для меня это реально ужас. Что мама шестилетнего ребенка так относится к его здоровью. То есть, как правило, ко взрослому возрасту там будет совсем плохо. Дальше. Третья ситуация. Вроде как более-менее нормально. Но резерв кишечника, он очень большой. Величина кишечника вы сами знаете. Многие метры. И можно складировать, складировать и складировать. Остатки. Не переваренные, еще там какие-то. Поэтому, когда складировать будет некогда, никуда. Тогда какие-то болезни есть. Но пока есть куда складировать, организм складирует. И человеку кажется, что у него все хорошо. Начинаем пить наши продукты. Особенно файбербуст. Начинаем пить файбербуст. Он пытается со всех закромов эти склады достать и вывести. Это то же самое, что вы, например, разбросал ваш ребенок игрушки по комнате. Все разбросал вообще. Не знаю. Ребенку два года. Он кидался игрушками. Вы приходите в комнату. Берете какую-нибудь, я не знаю, палку. И просто что делаете? Все игрушки сгребаете в кучу. Чтобы оттуда хотя бы сортировать. Так вот, когда очень много отходов, что делает файбербуст и про 12? Они эти отходы сгребают в кучу. И получается очень сильный запор. Если такое получилось, к сожалению, придется идти в аптеку, покупать обычные пакетики травы сены и пить 3-4 пакетика, чтобы ушло вот это все. Но это максимум, что может быть. То есть 3-4 дня вот такого некомфорта. Потом, потом состояние становится лучше. Вот про 12 все-таки практически не имеет вот такого действия. Даже если про 12 пьет пожилой человек, у которого проблемы со стулом, и он знает об этом, это его больное место, это его боль, и он, ну это деликатный вопрос, не каждый будет об этом рассказывать. Вот. То про 12 настолько мягко нормализует стул, что через месяц, вот мне как говорят, мне говорят, Татьяна, вы знаете, а ведь правда вот до такой степени комфортно мне стало. То есть человек не может там вот конкретно прям сказать, что вот прям, знаете, вот вообще, ну очень хорошо. Но у файбергуста действие сильнее. Поэтому, возможно, первично персик, потом к нему про 12, а когда полегче станет, тогда уже доделываться, вот как бы доочищает до конца файбергуст, когда организм будет готов. Алия Гараева. У меня, наоборот, кто мучился с опорами, благодаря этим продуктам, ну устали ходить в туалет как часы. Ну вот, не для этого создано, но я еще раз говорю. Персик очень хорошо помог гастрит и изжогу убрать. Так, спасибо. Так. Тамара. Ага, особого очищения не замечаю. Теперь сейчас смотрите. Вот из моего опыта. Есть ситуации, когда так называемый бялый кишечник поставлен с 18-20 лет. Возможно, это было связано с нарушением пищеварения еще в студенчестве. Потом это перешло, например, кололи антибиотиками в роддоме. Конечно, никто ничего не назначал, раньше не назначалось. Вот. И эта проблема, она за собой 10, 12, 15, 20 лет. А у кого-то, даже у меня есть партнер, у кого эта проблема с кишечником, она существует 40-50 лет. И решить этот вопрос за двухмесячный санаторный домашний курс, если так долго было сложно, возможно, не получится. Тогда просто делаем двухмесячный курс, фабербус заканчивается, ну, делаем перерыв, месяц, например. Потом опять начинаем вот такой двухмесячный санаторный курс, два-два с половиной, пока фабербус не закончится. Но вы знаете, вот проходит 2-3 года, ведь ситуация намного лучше. А они с ней ходили 40-50 лет. Поэтому кто не видит результата, возможно, у вас и так все хорошо. Либо, возможно, ситуация, наоборот, очень-очень тяжелая, и для ее решения нужно чуть больше времени. Так, про пробула сейчас отвечу. По-всякому, Светлана Вакара, вот по-всякому. Бывает ситуация, что вот персик пьет человек, и комфортно, но персик, понимаете, персик филигранно, тонко-тонко очищает присоски. Это вот, знаете, как вам объяснить там? Вот фабербуст, он делает генеральную уборку. ПРУ-12 после генеральной уборки делает помещение свежим, чистым. А персик – это легкая уборка каждый день. Вот можно что сделать? Можно персиком, легко убираясь каждый день в течение года, получить результат. Но результат будет отсроченный. А можно персиком, а потом чуть-чуть фабербустом иногда делать генеральную уборку. Тогда в самых дальних углах, которые там есть, в складках этого кишечника, ну так он создан у нас. Тоже будет все чисто. Но, понимаете, люди настолько разные. Вот у кого-то начинают пить фабербуст, начинается обострение в виде запора. У кого-то начинают пить ПРУ-12, может быть, несколько дней обострения в виде запора. У кого-то, простите, с геля персик. Гель персик начинает такую чистку, что он две недели сидит на унитазе. Ну, люди разные. Если вы абсолютно здоровы, можете пить как хотите, что хотите. Но в любом случае, вот этот двухмесячный санаторный курс, как-то надо к нему прийти и его попробовать осуществить. Тогда результат на самом деле будет очень хороший. Водный баланс, конечно, водный баланс. Мы еще сегодня про еду не говорим. Вот. Водный баланс, конечно. Так, у меня болит желудок, когда я пью. Ну, Руслан, если все-таки боли у вас в желудке, надо все-таки идти к врачу и выяснять, что там. Потому что ну, как бы с болями жить нельзя. То есть тут у нас нет такого, что прямо вот идите, пожалуйста, к врачу. Почему персик? Там есть экстракт? Да, в геле персик есть экстракт мякоти и шкурки персика. В скобочках стоит натуральный ароматизатор. Его там очень мало. Вкус железа во рту. Почему после принятия алоэ, вера, персик вкус железа во рту? Ну, не знаю. Конкретно ваша, вот конкретно ваша Мария, какая-то вот такая интерпретация. Значит, вообще, в самом персике, в самом, в самом деле, там есть железо. Сейчас вы знаете, куда в начало уйдем. Я попробую найти. Сейчас найду. Вот у кого... Вот сюда. Вот смотрите. Минералы, которые содержатся в чистом геле. Кальций, магний, калий, натрий, медь, железо. То есть, вы чувствуете то железо, у вас вот такая повышенная чувствительность, что вы чувствуете то железо, которое в виде минерала содержится в растении алоэ, вера, барбаден, си, с миллером. Возможно, в других гелях вы его не чувствуете, потому что оно... Все другие гели, они с каким-то другим соком. Либо с соком апельсина, либо еще с чем-нибудь, а здесь нет. Поэтому вы его чувствуете. Так, позже КТ. Мед у меня в команде очень много хороших результатов у взрослых. Да, тоже можно использовать, но там нет пребиотика. Иннулина там нет. Вот я на инулине поставлю, потому что инулин, он дает очень как бы большую фору для желудочно-кишечного тракта. То есть вот благодаря чему персик обладает вот таким действием. аскорбиновая кислота и витам. В гель персик отдельно добавляется аскорбиновая кислота. Она есть в составе геля, алоэ, но она отдельно добавляется. Причем она добавляется конкретно и химическое, потому что если аскорбиновая кислота натуральная, она имеет пять химических формул. А у нас аскорбиновая кислота это однозначно из пяти химических формул вычищенная оставлена одна. Она просто ну обладает больше причемных действий. В нашем персике, в нашем геле персик натуральный ароматизатор. Экстракт шкурки, мякоти, персика. Он там так и написан. Экстракт шкурки, мякоти, персика, натуральный ароматизатор с кубочков. Гель мед не послабляет кишечник. Послабление кишечника может быть в результате принятия любого геля алоэ. Это индивидуальная способность организма чиститься. Так как гель натуральный гель внутреннего листа алоэ входит во все питьевые гели, то послабление может вызывать любой гель. И севера, и имбирь, вообще любой. Так, при хронической язве. Ну, все, что касается каких-то хронических заболеваний, в любом случае надо консультироваться с врачом, но гель персик очень хорошо ведет себя при вообще у людей, у которых есть язвы. Желудочно-кишечного тракта через некоторое время они проходят и каким-то волшебным образом заживают. Это просто противовоспалительное действие самого внутреннего геля алоэ. гель нельзя принимать при внутренних кровотечениях. Персик не вызывает кровотечения, это точно, но принимать его при кровотечениях нельзя. Вот, это общая как бы рекомендация, которая написана на упаковке в любых кровотечениях, кстати. Можно ли про-12 пить без очистки кишечника? Можно? Можно. Общий обмен веществ лучше восстанавливает гель мед. Про-12 можно ребенку, но только не 2,6 месяца. Если он на грудном вскармливании, тогда про-12 нужен вам, а он его получит уже через вас. Так. Да, кто-то вот не знал, да, я тоже не знала про-12. Я вообще как бы это очень долго сопротивлялась, чтобы вести вебинар по-12, потому что ну я же не кастроэнтеролог, и мне пришлось это изучать, а когда я изучила, сама поверила, сейчас сама использую, про-12. Значит смотрите, по поводу про-12. Вот там разные виды бактерий. Как вот объяснила Елена Терябина, все-таки раз производитель рекомендует пить одну капсулу на ночь, можно вот этим ну как бы рекомендациям следовать. Но при разных вообще заболеваниях желудочно-кишечного тракта, пробиотики назначаются либо за час до, либо за 20 минут до, либо после еды. И вот в этом я не разбираюсь. Вы можете поднять вот записи вебинаров с Еленой Дерябиной по про-12. И там точно эти вопросы люди задавали, и она объясняла конкретно, какие пробиотики пьются утром, какие пьются вечером, а у нас они все вместе собраны в один курс. Мы же не можем их расчленить, чтобы одни пить в одно время, другие пить в другое время. Поэтому я всем рекомендую на ночь одну капсулу. Но если, например, болит живот, если, например, вздутие живота или что-то, то есть если прям показания какие-то есть, про-12 можно пить однократно одну-две штуки, когда это нужно. Но вот файбербуст надо очень сильно взбалтывать, вот очень-очень сильно взбалтывать. Сахара нет ни в какой из этих продукциях, но обращаю внимание, смотрите, даже если есть искусственный подсластитель, например, стевия, или, например, есть какие-то другие продукты, всегда они все пересчитываются на содержание сахара, и содержание сахара в справочнике всегда указано в любом продукте. Это не означает, что сахар в чистом виде кладется, нет, ну просто есть такие международные нормативы, когда уровень веществ, содержащих сахарозу, глюкозу и так далее пересчитывается на единицы сахара. Вот, но сахара там нет. Фабербуст набухает не сразу, через несколько минут, если вы поддержите 10 хотя бы минут готовый коктейль, он станет гуще намного, а если вы забудете про коктейль на 20 минут, он станет ну фактически твердым. вот. Если вот, Дарья, если все-таки вы пьете антибиотики и так далее, закончите вы этот курс антибиотиков. Понимаете, тут какая хитрость. Заканчиваем курс антибиотиков и потом начинаем реабилитацию. Что делают антибиотики? Они убивают бактерии полезные и вредные. Что делает про 12? Он их туда пытается поставить и восстановить. Вы понимаете, что весь ваш кишечник превращается в зон борьбы. Антибиотик убивает, про 12 восстанавливает. Антибиотик убивает, про 12 восстанавливает. И организм бедолагов не может понять, что ему делать. Ну что ему делать? Это если вы одновременно убиваете и восстанавливаете. Но вы уже тогда, если вы принимаете антибиотики по назначению врача, они принимаются до 10, где-то до 2 недель, 10 дней, 2 недели, иногда меньше. Но вы уже тогда доубиваете все, но потом восстанавливаем месяц или два. Так будет хотя бы правильнее. Поэтому и боли в животе. Капсулу, к сожалению, для детей разделить невозможно. Я уже объяснила. Капсулы неделимые. Если ребенок может, пьет капсулку. Если ребенок не может, мы просто высываем содержание капсулки в ложечку и даем его с водичкой. Оно похоже на сухое молочко. Ну, какая-то часть точно нейтрализуется в желудочно-кишечном тракте соляной кислотой желудка. Но какая-то часть есть шанс, что дойдет. Но может быть вот эта маленькая часть, она для ребенка ей подойдет. Для взрослого нет. Для взрослого смысла никакого нет вскрывать капсулу для того, чтобы выпить. Поэтому, пожалуйста, все-таки это как написано, то есть капсулу целиком. Запись вебинара идет. Как вкусно готовить, я рассказала. Можно применять фабергус на воде. Значит, если после одной баночки фабербуст пил, все в порядке было, потом начались запоры, значит, вам одного курса мало. Значит, мы после одного курса, когда закончили фабербуст, делаем перерыв абсолютно точно недели-две и после этого начинаем второй курс. Возможно, потребуется несколько курсов. Про баланс мы вводим тогда, когда комфортное пищеварение уже есть. Пожалуйста, вводим про баланс. Вот альбина. В первое время тоже не нравился фабербуст. Я развожу на молоке, потом добавляла протеин, потом уже стала готовить без протеина на молоке. Эльмира. А от паразитов организм очищается? Очищается, но не этими продуктами. К сожалению, в ЛР нет абсолютно четко поставленной антипаразитарной программы. Кто-то пьет с коктейлем. Можно или пить гель фридом, фабербуст и про 12? Можно, но только фабербуст с фридомом разведите по времени, пожалуйста. Так, я делаю на воде с небольшим добавлением крови и молока. Правильно, если вам так вкусно, все правильно. Эфир будет сохранен. Можно ли использовать фабербуст без других продуктов? Да? Фабербуст некоторые используют без других продуктов. Можно ли вмешать фабербуст с протеином? Вы знаете, я бы не советовала, все-таки протеин очень хороший продукт, очень качественный, очень такого правильного содержания. Вы понимаете, у фабербуста есть как бы свойство быть энтеросорбентом. И за счет этого еще очищать кишечник. И если вы на нем адсорбируете наш замечательный протеин, это будет неправильно. Выпейте отдельно коктейль на протеине, выпейте отдельно где-то днем, и выпейте отдельно фабербуст. Это будет более правильно. Ребенку можно пить фабербуст, но стафилококк надо лечить и надо обратиться к доктору. Так, вопрос. Фридом плюс Севера вместо персика. А, вместо персика вы можете употреблять другие гели? Можно. А почему все-таки я рекомендую с фабербуст и про 12 персик? Просто из-за того, что там инулин, и они, эти продукты созданы друг для друга. Если вы уже как бы пьете другие гели, пожалуйста, можете гель заменить на другой. Но будет немножко другое действие, будет больше действия на сосуды, будет больше действия на костную ткань, но в том числе и чуть-чуть достанется ЖКД. Все-таки если вопрос по ЖКД стоит, надо пить персик. Ну вот понимаете, даже если вам кажется, что у вас все хорошо, но если все-таки какое-то вздутие живота или иногда непереносимость чего-то, надо пропить вот этот двухмесячный санаторий, но он заканчивается тогда, когда заканчивается ванночка Фобербуст. Вот, и тогда результат будет выше. А так можете, конечно, комбинировать любым образом, если вы относительно здоровы. Так, я смотрю, то, что я уже ответила, я уже не отвечаю. Персик плюс витоактив пьем практически постоянно. Садик, школу, ребенок ходит, Илья Гараева, молодец. По поводу целиакии не знаю, надо думать. Так, Царева Наталья пью шесть месяцев грипперейши, пробаланс на воде на ночь. Потом продуминация пила, но я еще не подключила эликсир пять в одном. Очень хочется узнать, да. По эликсиру пока просто не будет вебинаров, потому что мы не сможем обеспечить этим продуктам всем желающим. Как только будут склады полные, обязательно восстановим и проведем вебинар по эликсиру пять в одном и я расскажу с такими продуктами он как сочетается. Поэтому, да, но результаты посмотрите, какие хорошие у Натальи. Серьез половины килограммов минус. как узнать, что в кишечниках не в порядке со стулом тоже все хорошо, но кожа на лице высыпания плевые прещи. Если кожа на лице с прещами, значит, в кишечнике сто процентов не в порядке и плюс еще возможная антокринная система гормональной перестройки идет. Тут еще не только из-за кишечника возможно. Гульнара, можно ли давать про 12 ребенку до года при поносе? Ответ я не знаю, потому что надо советоваться с педиатром. Все-таки ребенок маленький. Все записи есть на канале YouTube ЛР. Через день поносим порами. Олеся, пью почти год гири про баланс. Ой, так, так, подождите, сейчас как это сделать. Так, вы здесь еще? Так, если все-таки бывает, что туалет не каждый день, нужно изменять питание. Значит, вот смотрите, чтобы туалет был каждый день, нужно добавлять салаты на основе сырых овощей с нерафинированным растительным маслом, которое наливается в фаршу тарелку в количестве 1-2 столовые ложки. Возможно, просто у вас в организме не хватает вот таких вот жиров и не хватает салатов из сырых овощей. Вот если вы введете эти салаты из сырых овощей, сначала в небольшом объеме, а по нормативу они должны идти от 180 грамм до при очень-очень большом весе вообще до 400, но при среднем весе до 250. Это большие порции салатов из сырых овощей, в которые добавляются еще раз 1-2 ложки в свою порцию нерафинированного растительного масла. Это обязательное требование. Просто обязательное требование для тех, у кого запоры. Но если вы не можете такое количество овощей съесть, значит начинается с 50 грамм и потихоньку увеличивается. Может быть на самом деле станет легче. сахарный диабет у человека пьет персик, пьет пробаланс и спит. Вы знаете, настанет момент, организм восстановит резервы. Смотрите, видимо организм настолько истощен, идет дисбаланс по магнию, пробаланс дает магний, но не может справиться с количеством тех стрессов, которые есть в организме, поэтому некоторое время он просто есть такое действие пробаланса, он должен нас успокаивать, там хорошая дозировка магния, он должен нас успокаивать, если человек длительно в стрессе, если повышенная такая стрессовая возбудимость, он говорит спи, спи, восстанавливай силы, немножко подождать и появятся силы для жизни, может быть добавить майн-мастер. если все-таки поврежден желудок, то после консультации с врача только персик, потом, когда к персику привыкнет, тогда пробиотик, после того, как к пробиотику привыкнет, тогда файбергуст, и очень хочется, чтобы все-таки консультация была с гастротерологом, Дарья, по вопросам с онкологией здесь очень сложный вопрос. Есть ситуации, когда наши продукты просто помогают поддержать силы. Есть ситуации, когда наши продукты помогают дожить от химии до химии, постановить кровь. Есть ситуации, когда человек сознательно отказывается от химии и генотерапии и пытаются восстановиться за счет изменения питания, изменения мировоззрения. И у каждого человека своя правда. А кто-то верит только врачам, онкологам. Это тоже правильно. Понимаете? И у каждого из этих людей свой путь. Тут я ничего вам вообще ответить не могу. Как чай? Какой чай? чай у нас Herbal Fasting. Это обычный слим-актив, он продается онлайн-магазине. Очень хорошо. Анна Березюк. Значит, смотрите. Клиенты начали пить по полчайной ложки персика. И у обоих уже обострение обоих начала чиститься печень. Значит, печень совсем у них в плохом состоянии. им полчайной ложки это много. Начинаем с трех капель. Три капли четверть стакана воды. Это их дозировка. Персик. Фабер Буст. Вы знаете, ну вот так вот глобально я не вижу. Вроде я на все вопросы по ферсику Фабер Буста. Сколько от Саманана? Не могу сказать. Где-то информация есть. И, Вита, можете обратиться с данной информацией в официальный запрос в компанию. Они вышлют вам. Вы знаете, по поводу овощей магазинов. Конечно, огурцы, помидоры идут сильно химически. Но есть в России три овоща, даже не три, пять, шесть овощей, которые, в принципе, сохранить можно. Можно сохранить морковь. Можно сохранить свеклу. Можно сохранить редьку, репу, лук, чеснок. В замороженном виде, в принципе, неплохо сохраняется сладкий перец. В замороженном виде можно сохранить помидоры. Ну вот, что-то из этого. Квашеная капуста. Она испокон веков в России была, поэтому она тоже остается. Так, у нас время уже намного превышено, чем нам выдано. Давайте мы все-таки будем с вами заканчивать. На основные вопросы я ответила. Напоминаю вам, что мы сегодня рассматривали важные помощники для поддержания нашего пищеварения. это алоэ вера питьевой гель со вкусом персика, про 12 капсулы и файбербуст пищевые волокна. Я искренне желаю всем здоровья, всем-всем до свидания, до следующих встреч. Спасибо, что посещаете наши семинары. Всем-всем до свидания. Так.